Привет! С вами Софья и наш ликбез для иллюстраторов. В нашем словарике терминов современной иллюстрации сегодня новое слово. И это слово – хайрес. Если первый раз вы слышите, то может показаться, что это просто набор непонятных букв. На самом деле, столько необычных символов, которые складываются не в матерное слово. На самом деле, хайрес идет от английского high resolution, то есть высокое качество, высокое разрешение. Другими словами, хайрес – это оригинал вашей иллюстрации. Причем, неважно, как вы ее рисуете. Может быть, вы рисуете ее традиционными материалами на бумаге. И тогда хайрес – это максимально хороший скан или фотография вашей работы. Естественно, если вы сфотографировали вашу работу на телефон или на какую-нибудь плохую камеру, то хайресом это считаться не может. Естественно, вы должны не просто перенести вашу работу в цифровое пространство, но еще и сделать так, чтобы там она смотрелась так же классно, как и в оригинале. И тогда хайресом будет считаться та самая работа, которую вы вычистили, привели в порядок. И она настолько большая, насколько это, в принципе, возможно в цифровом виде. Кроме этого, вы можете рисовать еще и в цифре сразу, изначально. То есть открываете фотошоп, иллюстратор и рисуете там. Тогда хайресом будет считаться оригинальная работа. Но не всегда это файл той программы, в которой вы работаете. То есть, если вы рисуете в фотошопе, хайресом не обязательно будет файл PSD. Хайресом может быть обычный JPEG или TIFF. Что это такое? JPEG или TIFF это форматы данных, в которых вы можете сохранить ваше изображение. Как правило, для каких-то крупных проектов используются, естественно, векторные изображения, потому что его можно растянуть как угодно. Если же вы рисуете в растре, то хайресом будет считаться самый большой формат вашего файла. Зачастую это TIFF, потому что TIFF сохраняет максимум информации о том документе, который вы нарисовали. Иногда клиенты под словом хайрес предполагают оригинальный макет вашей иллюстрации. Поэтому уточните на всякий случай. Я с таким сталкивалась, что мне пишут, присылай хайрес, я отправляю им большой JPEG, а мне на это отвечают, а давай-ка файл в PSD. Другими словами, есть тонкости, но в принципе хайрес, как я уже и сказала, это высокое разрешение, в котором вы сохраняете вашу работу, вне зависимости от того, в какой программе или какими материалами ее рисуете. Где может понадобиться хайрес? Как правило, он нужен всем клиентам. Исключение составляют, возможно, инстаграм-блогеры, у которых хайрес – это достаточно маленькая картинка, ну, маленькая в масштабах, естественно, цифрового мира, и печатного тоже. Если это не веб, где хайресы достаточно небольшие, то это печатная индустрия. А если вам нужно печатать картинку, то вам, естественно, понадобится очень качественное изображение. Поэтому, когда вы начинаете работать над иллюстрацией, постарайтесь, чтобы ваш хайрес был максимально большим. Естественно, если вы рисуете малюсенькую иконочку где-нибудь там на последней странице журнала, естественно, не нужно рисовать ее на формате А1. Ну, это безумие, согласитесь? Ну, хотя бы в два раза больше, чем сам формат, который предполагает журнал. Нарисовать все-таки стоит. Просто на будущее, чтобы она не теряла качество. Однако, если вы работаете с небольшими форматами, старайтесь не слишком сильно их детализировать, потому что тогда на печати получится блюж. То есть, немножечко будет все размазано, и черные тонкие линии, перемежающиеся с белыми тонкими линиями, к примеру, как в гравюре, они просто будут превращаться в серый фон. А если вы этого не задумывали, то делать так не стоит. Если же вы работаете с нормальным размером, например, А4, А3, это может быть какая-то афиша, плакат, то тоже старайтесь рисовать чуть-чуть побольше. Если у вас заказали картинку А4, и у вас есть возможность нарисовать ее немного больше, нарисуйте чуть-чуть побольше. Немножко с запасом. Может быть, не в два раза, но хотя бы в полтора. Я обычно работаю так. Если мне заказывают формат А4, я открываю свой цифровой редактор и закладываю плюсом поля, ну, где-то примерно в 3-4 сантиметра, чтобы у меня был небольшой ранжир относительно исходного формата. Ну что ж, подведем итог. Hi-Res – это не какое-то ругательное слово. Hi-Res – это оригинал вашей работы в максимально хорошем разрешении, которое вы отправляете заказчику или храните в своей библиотеке до того, как привести его к печати или публикации на каких-нибудь веб-ресурсах. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok